Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости, девочки и мужчины. Я сейчас хочу вам показать еще одно гадание на мужчину, можно и на женщину. Гадание узнать о том, что происходит на данный момент в жизни данного человека, загаданного вами. Для этого вы должны загадать какого-то мужчину. Допустим, гадаем на мужчину. Это может быть крестовый король, червовый король и бубновый король. На пикового никогда не загадываем, так же, как и не загадываем никогда на пиковую даму. Далее, из колоды выбираете все, вот я загадываю на короля червового на данный момент. Думайте об этом короле, представляете его, выбираете из колоды всю червовую масть, начиная от туза. Туз, король, дама, валет, десятка, девятка, восьмерка, семерка, шестерка. Берете эти карты, все червовыми, загадываем червового короля. И хотим узнать, загадываем червового короля, называем его имя, представляем его и говорим. Хочу узнать о том, о чем ты думаешь, что у тебя происходит, какие у тебя надежды, какие у тебя дороги, какие у тебя интересы. И раскладываем эти червовые карты. Что у данного человека, вы называете имя? В доме, у него самого, в его надеждах, в его хлопотах, в его интересе. Немножко поправлю. В его любви, в его разговорах, в его свиданиях и в его дорогах. У меня котенок там играет, слышно. Еще раз повторю, раскладываем, выбираем масть, загадываем короля червового, загадываем его, представляем. Выбираем все червовые, всю червовую масть и выкладываем на стол. Что, допустим, пусть этот король, мы назовем его Александр. Что у Александра в доме, что у Александра самого, что у Александра в надеждах, что у Александра в хлопотах, в делах, в интересе, в любви, в разговорах, в свиданиях и дорогах. Загадываем себя. Выбираем или, осталось у нас только выбрать, или крестовую себя выбирайте, или бубновой. Допустим, я выбираю, что я дама, допустим, я дама червовая. Тосуем короду и говорим. 36 картей, 36 чертей. Скажите правду и только правду об Александре. Что он думает, и что он чувствует, и что у него самого. Расскажите всё про Александра, про его надежды, интересы, дороги, любви, свидания. Александр, король червовый, а я, дама крестовая. Перемешались, сняли обязательно. И теперь любую карту, любые карты, как выпадет у вас, кладём вверх над этими картами. И говорим, что у Александра в доме, что у Александра самого, что у Александра в интересе, в надеждах, что у Александра в хлопотах, что у Александра в интересе, что у Александра в любви, что у Александра в разговорах, что у Александра в свиданиях, и что у Александра в дорогах. Но по выпавшим картам я сразу вам скажу, что это любовный треугольник, потому что выпала дама крестовая и дама бубновая. Давайте смотреть, что у Александра в доме. У Александра в доме или какая-то дальняя дорога, куда-то он собирается, или мы сейчас посмотрим, что у него. Или какие-то события, которые происходят в доме, давние события, они уже давно идут. Что у Александра самого в его мыслях? А в его мыслях какая-то дорога. А дорогу-то он хочет держать к даме бубновой. И думает он о даме бубновой, потому что король тут вышел. Что у Александра в его надеждах? А в надеждах у него разговор на бубновую даму. Очень много вышло бубновой масти. Что у данного человека в его хлопотах и делах? Любовь к крестовой даме. А в чем его интерес? А интерес выпал король крестовый. Король крестовый в данном раскладе, так как загадывала я себя, на даму крестовую. Это жизнь крестовой дамы. То есть он думает о жизни крестовой дамы. То есть о всех ее делах. А что у него в любви? А в любви у него пустота. Он запутался, это любовный треугольник. И уже не знает, что ему делать-то. А в разговорах у него жизнь бубновой дамы. И свидание-то он держит к бубновой даме. Разорвался бедный наш мальчишка и не знает, куда бечь. И ту любит, и эту любит. И это все продолжается давным-давно. Это не просто вот сегодняшний романчик. Этот треугольник существует давным-давно. Потому что здесь карта в доме, шестерка пиковая. Это давние события. И в любви он совсем растерялся. У него вообще пустота. Он и с одной не может, и другую бросить не может. Никого он бросить не может. Любви обильный наш Александр. Сейчас объясню точно. Карты означают то же самое, что и в первом гадании. Смотрите тот ролик. Если мы загадываем на женщину и выпадает такой же. Вот загадываем женщину. Король у нас червовый. Вся масть червовая. Загадываем женщину дамой крестовой. И если выпадает король крестовой, это значит, что мужчина думает о жизни этой дамы. Иногда в гаданиях не выпадает дама, но выпадает король. Это значит, действительно, человек интересуется этой женщиной. И его она интересует. Если же в гадании не выпадают карты королей и дамы, то это говорит о том, что, да, у человека есть какие-то отношения с данной женщиной или с какой-то еще другой женщиной, но это просто эгоист и его сердце, его никуда не лежит. Просто эгоист. Вот я вам сегодня показала такое гадание. Оно показывает абсолютно точно на данный момент, что происходит в жизни данного человека. Можно гадать и мужчинам. Только получится, где король, это будут надежды, а где дама, это будет выбранная дама. Я вам еще раз скажу. Сейчас мода гадать на картах Таро. Карты Таро – это не просто карты. Карты Таро – это философия. Раньше не было этих карт Таро, и практически их взять было невозможно. Я знаю просто, у меня была наставница, Руфина. Пусть земля ей будет пухом. И карты Таро у нее были нарисованы. Она сама их нарисовала. Сама их когда-то срисовала и на них раскладывала. А она их держала в мешочке в красненьком. Она их так берегла, чтобы они не истрепались. Но 36 карт, обычные годальные карты, очень хорошо все показывают. И на них можно увидеть всю абсолютно жизнь. Вот то, что вы хотите узнать. Карты Таро, карты Ленорман. Я вам покажу некоторые расклады и гадания на картах Ленорман. Мне вот нравятся больше карты Ленорман. Они мне ближе. Не знаю, по каким причинам. Я в них сразу вижу. У меня несколько колод карт Ленорман. Они различные по значению, по интерпретации. Если у вас какие-то вопросы будут по данному гаданию, пожалуйста, пишите, спрашивайте. Еще раз вам напоминаю, милые мои девочки, мои подписчицы, мои гости, подписывайтесь. Объясняю. Выкладывайте любую масть, загадывайте короля. Выбирайте масть его. Говорите его имя, думайте о нем. Выбирайте все карты по масте. Туз. Что в его доме? Король. Что у него самого? Это значит в его голове. Дама. Его надежды, хлопоты, его хлопоты, дела. Интересы. В любви, разговорах, свиданиях и дорогах. Если выпадают две дамы, одна вы, другая еще какая-то, значит у человека есть еще какая-то женщина. Тогда нужно заказывать или индивидуальный расклад, или сами, если вы умеете. Вы должны посмотреть, что это за дама, если знаете, то что и почему. Если выпадают короли, то это значит, что человек думает о жизни данной дамы. Я сегодня вам еще показала одно гадание. Это гадание очень-очень правдивое, но показывает оно на данный момент, то есть на тот момент, когда мы с вами раскладываем карты. О чем думает мужчина, какие у него дела. Пожалуйста, если у вас есть вопросы, пишите в комментариях. Если вы что-то разложили, пожалуйста, спрашивайте. Я вам дам интерпретацию, что у вас получилось. Подписывайтесь на мой канал. Я очень рада вам. Милые мои девочки, ставьте лайки, ставьте колокольчик, подписывайтесь. Я буду много интересного выкладывать на своем канале. И ритуалы различные, и гадания, и гадания онлайн. Поэтому подписывайтесь. Всего доброго. С вами была я Вивьена. Спасибо. Спасибо. Спасибо.